Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Познакомился летом 21-го года с девчонкой из Миланы. И в январе 22-го нашел ее в Инстаграм. Хорошо общаемся, она сама намекает на встречи, заговариваемся на день до встречи, и в день встречи она пропадает. У меня такой вопрос, зачем намекать на встречи, если потом пропадаешь и не отвечаешь на сообщение. Наобоим 21-го года. Ну, смотрите, конечно, судя по тому, как вы задаете свой вопрос, я бы сказал, что вы хотите понять именно девочку. Вот. То есть не в себе разобраться, а понять девочку. Я бы не сказал, что это очень хорошая идея, потому что все, что мы можем сказать, это все равно предположение, не имеющее, скорее всего, ничего общего как бы с реальностью. Вот. Поэтому, ну, по возможности, конечно, хотелось бы, чтобы вы задаёте свой вопрос, да, вот, ну, психологом, то, чтобы этот вопрос был связан именно с вами, вот, а не с другим человеком. потому что вообще-то с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, да, обсуждать третьих лиц нам нельзя. Вот. Конечно, вы постарались, вы задали вопрос, поэтому лично я постараюсь на него ответить настолько, насколько это возможно, но имейте в виду, пожалуйста, что есть такие нюансы, их нужно учитывать. Ну, так или иначе, их нужно учитывать. При обращении, например, к психологам, да? Итак, девушка намекает на встречу и пропадает. А с чем это связано? Это может быть связано только с ее внутренним конфликтом. Либо с четко поставленной целью, которая, скорее всего, не имеет ничего общего с вашей целью. То есть, вот, как бы, то, чего хочет девушка, ну, скажем так, посредством своих действий и то, чего хотите вы, к сожалению, различается и различается довольно сильно. поэтому я ощипяю, я ощипяю, я ощипяю, что чем быстрее данный факт вы признаете, то есть, признаете, что у девушки другие цели, нежели, чем у вас, тем будет, тем вам будет легче. Вот. До тех пор, пока вы не принимаете того факта, что у вас и у девушки, судя по тому, что вы пишете, цели разные, вам будет сложно как-то вообще взаимодействовать и двигаться. Вот. дальше вперед, совершенно неважно куда. Это может быть следствие неуверенности, конечно же, себе человека. То есть, я чего-то боюсь. Например, то есть, я вроде и хочу, да, встретиться, но боюсь чего-то. это может быть что угодно на самом деле. Это может быть страх перед встречей, реальной встречей. Это может быть нежелание повторить опыт, негативный, если у девушки он был. Это страх отвержения, страх того, что не понравится, ну, ну, вам. это может быть и некая такая двойная игра, когда вас по сути могут просто держать, как запасный, как, запасный вариант. вот. Ну, просто, ну, мало случаев, как бы, вот, если с кем-то другим у него не получится, потому что, по вашему описанию я так понял, что вы друг друга знаете не так, чтобы очень хорошо. все. вот. То есть, я не очень понял, виделись вы или нет, ну, в реальной жизни, да, вот, но, то, что, вот, не очень красиво друг друга знают, это факт, на мой взгляд. И вот как бы девушка вполне может, ээм, себя таким образом защищать. Пытаться защитить. во. То есть, ну, вообще говоря, это, это защита, вообще говоря, конечно. Только, да, непонятно, от чего это защита, непонятно, как долго она будет, ну, длиться, да, эта защита. И что делать вам в этой ситуации? А в этой ситуации вам, на мой взгляд, нужно как раз-таки быть более близким к своим реакциям. То есть, иными словами, если вам что-то не нравится, да, если вас что-то не устраивает, если вы считаете, ну, как бы, вот какое-то поведение для себя неприемлемым, то имеет смысл об этом говорить. Говорить об этом имеет смысл прямо. Если вы этого делать не будете, то вы вполне можете, ну, как бы, остаться вот в зависимом положении. Потому что девушка снова и снова будет вам намекать на встречи, потому что, ну, по какой-то причине ей это нужно, да, по какой-то причине она этого хочет. Например, хочет именно разговоров о встрече, но не реальных встреч. Что еще важно понять, то, что, как бы там ни было, ее интерес к вам под большим вопросом. Знаю, вам скорее всего неприятно то, что я говорю, но лучше все-таки, ну, лучше все-таки, наверное, здесь говорить как есть. Вот. То есть интерес к вам у нее не настолько сильный. Вот. Что бы хотеть с вами встретиться. А можно, можно, в принципе, вам поисследовать и свой интерес. А интересует ли она меня достаточно сильно. Или мой интерес, он такой, поверхностный. Прошу понять меня правильно, я не говорю, что это плохо. Ни в коем случае. У вас такой интерес, какой он есть, просто если... Девушка это почувствовала. То есть если вы дали ей понять как-то... То она вполне может быть понимает, чего ей примерно ожидать от отношений, да, и не хочет, чтобы отношения развивались в таком ключе. Такое, к сожалению, более чем реально. Вот. Поэтому я бы рекомендовал вам здесь посмотреть на то, как вы сами относитесь к девочке. То есть кто она для вас, да, и так далее. Вне зависимости от того, как она будет себя вести. Вне зависимости от того, как она дальше себя поведет. Это, ну, не так важно. Вот. Важнее здесь именно то, какой княжный. Что еще важно, это то, как вы реагируете на это. То есть как вы реагируете на то, что она себя так ведет. То есть вы реагируете на это раздражением, допустим. Вы реагируете на это злостью, допустим. Вы реагируете на это фрустрацией, допустим. Вы реагируете на это, ну, допустим, каким-то обесцениванием, да, допустим, самого себя или ее. Ну, вот. Опять же, это не так важно. И необходимо девушке эту реакцию вашу донести. То есть, чтобы она, ваша реакция, была озвучена девушке. Почему это важно? Так вы сможете увидеть ее отношение к себе, к вам. И вариантов, вариантов, на мой взгляд, здесь немного, немного. Или у нее будет к вам хорошее отношение и она в этом смысле объяснит свое поведение, объяснит то, чего она хотела. Да, как бы объяснит, продемонстрирует то, что ей нужно. Может быть, какой-то помощи попросят. Вот. Ну, то есть, как-то вот признает, да, проблему. Признает, что вот есть, да, есть, 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 есть трудности, есть сложности. Нужна ваша поддержка. Например. Либо она сделает так, либо она будет проблему отрицать, не будет ее признавать, да. Она будет говорить, что все хорошо, у меня просто дела. Например. И это будет означать именно то, что она не заинтересована в отношениях. Не важно, по какой причине. Здесь очень важно, здесь очень важно понять вот такой момент. что сколько угодно можно выяснять причину того, почему так происходит. И можно получать каждый раз разные ответы, разную обратную связь. Ну, потому что это девочка, потому что есть вероятность того, что у нее меняются там приоритеты, да. Меняются планы, меняются предпочтения, меняются чувства, в том числе и к вам. А можно отреагировать один раз, можно отреагировать один раз самостоятельно. получить обратную связь чисто на это. И все станет ясно. Скорее всего. Не факт. Но скорее всего. Понимаете, какая штука. Поэтому я рекомендую вам, рекомендую вам, прислушиваться к себе, рекомендую вам признать признать то, что вы сами чувствуете в контексте этой ситуации. И рекомендую вам взять на себя ответственность за то, что вы чувствуете. И получить ровно ту реакцию, которую вы можете получить от девушки в данный момент. Если вы захотите ждать, пока она подумает, пока она дойдет до того, чтобы с вами встречаться, чтобы с вами наконец встретиться. Это вам решат. Но это будет уже ваше решение. Это будет именно что? Ваше решение. Это будет именно что? Ваша позиция и ответственность. за которую вы будете нести сами. А сейчас девочка как бы имеет над вами в этом смысле власть. власть. И власть, к сожалению, ну вот абсолютно ничем не обоснована. Вот. Мне кажется, что примерно такой ответ я мог бы вам дать сейчас. с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения своего личного опыта. Да. Мой личный опыт, который у меня есть. И я думаю, что было бы очень здорово, если бы вы постарались сформулировать обратную связь. На мой ответ. Какие у вас вызвали вызвали вызвало чувство вызвал чувство мой ответ. какую реакцию? Потому что где-то я ошибаюсь. И это нормально. Что где-то я могу ошибаться, где-то я могу быть не прав. Не прав. И я здесь не пытаюсь быть правым. а хочу чтобы у вас появилась появилась какая-то реакция в ответ. Хочу, чтобы вы как-то отреагировали на то, что я сказал. что тогда у нас появится конечно же реальный шанс как-то вашу жизнь изменить. А еще дополнительной или недополнительной информацией могло бы послужить то, первая ли это девушка, с которой вас так или нет. вот. А если первое, то я бы не рекомендовал придавать этому какое-то большое значение. Вот. Потому что мы не знаем что там за человек, какие у него элементы опыта дают о себе знать в этой ситуации. Может быть там все довольно сложно. И да, она может быть ничего плохого вам и не хочет. Вот. Но опыт есть опыт. от него никуда не уйти. Его или проживают, прорабатывают, или он остается влиять на жизнь человека. И на людей в данном случае это важнее. что окружают его. Вот. Такие дела. К сожалению, вы на мой взгляд не совсем корректный вопрос задали. И это, конечно, существенно повлияло на мой ответ. создав некоторые сложности и трудности. Вот. А я надеюсь, я надеюсь, что то, что вы хотели услышать, все таки услышали. Я надеюсь, что все таки все таки дал вам немножечко пищи для размышления. И надеюсь, что дальше вы уже сможете сами двигаться в том направлении, в каком вам это будет интересно, нужно. Но старайтесь не забывать о своих приоритетах. Старайтесь, не старайтесь о себе Старайтесь не забывать о себе самом. Старайтесь не забывать о том, куда вы идете, в каком вы направлении идете. Потому что в отношениях порой сделать это достаточно легко. на этом все. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удовольствия. До новых встреч.